Убедиться. Да, конечно, мы сейчас убедимся, но это все-таки выглядит, согласись, я маловероятным. Нет, ну потому что иначе все те же будут проводиться идеи. Ну да, хотя бы без... Нет, на самом деле, если аккуратнее что-то, потом собирайте. Потому что, например, Ба сделать какой-то полезный ход, а уже потом подготовить это уже что-то впервые. Да, аж-6 сыграно. Аж-6 сыграно, ну здесь... Кунь-Е4, я думаю, будет сыграно быстро. Да, ну после Кунь-Е4 хорошо, на что хотя бы. Нет, ну тут ясный план игры, действительно, у белых. Слон-G3, слон-D6. Может быть, уже Кунь-Д5, Кунь-Е7 теряет смысл, потому что... Да-да, с Канем на Е4 он не очень хочет. А может быть, можно попробовать вот такой привод, Кунь-Д5. Ну, опять, мы только уповываем на то, что ферзь по седьмой... Спасает нас от массы, да. Даст нам пару темпов, чтобы не проиграть сразу. Ну, может быть, здесь можно так поменять план, пойти вот так. Да, нападая на Б4, да? Ну, правда, взять на Б3, может, не такой опасный. Угу. Позиция, на самом деле, сложнейшая. То есть, я совершенно не понимаю, как ее оценить, по каким критериям. Ну, в целом... Конечно, понятно, что у белых, в принципе, главный план – это поставить мат. Ну да. Или спекулируя. Спекулируя. Да, да. Но у меня есть ощущение, что белые... Да. Конь Е4. Конь Е4 был сделан. Угал в два хода подряд. У меня есть ощущение, что белые. Хороший ли это показатель для Александр Бищукар? Сейчас. Обычно очень плохой, когда я один угадываю. Но с тобой... Коменитаторы угадывают ходы. Обычно это... Обычно это не здорово, да. Хотя, вот как говорил Борис Гельф в одной всякой пресс-конференции, что коменитаторы вам все объяснят потом. С каждой следующей ничьей. Да, да, да. Но... Ну, кстати, после Конь D5, мне кажется... Слон G3, конечно, не все равно надо, да? А, про слон D5. Коменитатор как-то вот здесь не очень дал, после Конь D5, да. Ну, как-то очень странно, просто если... Ну, может, теперь все-таки слона усилить? Ну, подожди, но слон должен играть в шахматы? Ну, про слон Е3, я могу пойти. Тоже угроза. Ну, я все равно, наверное, Конь D4 пойду. Я просто не понимаю, насколько угроза страшная. То есть она очень страшная? Или не очень? Не, ну, с конем-то страшная, подожди. С конем на Е4 страшная. Да, соглашусь, что страшная, наверное. Поверю на слово. Хорошо, может быть, здесь нужно приходить к такой обороне. Конь Е8. Да, вот это выглядит крепко. Ну, какая же у черных все-таки неприятная позиция? Может, она и неплохая, но какая же она неприятная при этом? Ну, слон Е3 все равно. Хочу пойти на Е8 и слон H6. Сложно понять. Ну, слон Е3. Окей, могу ли я сыграть? Слон D5, да? Я хотел пойти слон F7 вообще, но не знаю. Слон D6. Хорошо, я покажу себе глубоким профилактикой. Это, конечно, будет лукавством. Определенным лукавством, да, безусловным. Определенным лукавством. Громаднейшим. Ну, правда, даже эта префонактика, от чего она меня спасает. Я не очень понимаю. Очень интересная позиция, но... Главное, чтобы потом Пашту не кончил сходом пенда ладебеда 14, это было бы обидно. Здесь все хочется где-то в какой-то момент короля увести по линии G. А, может, король F2 пойти, да? А, кстати, король F2 очень культурный ход. Ну ладно, он не похож на культурный. В общем, я думаю, что высшей степени культуры. Ну, просто нужно освободить с подержа 1-2-1. Ну, да. Ну, король F1 не так здорово из-за слона D5. Слон D5 не хочет, да. Такой еще потасал снижается чуть-чуть. А король F2 мы еще не даем стэмп провести ферзи, что очень важно. Ну, где-то там черный. Ну, где-то, опять же. Не, ну, в целом, конечно, ощущение, что... Ну, это их не спасет. Ощущение, что играть черными будет непросто, да. И еще плюс, что, может быть, это будет недолго. Партия может довольно быстро кончиться. Здесь я должен сказать, дорогие друзья, что вот это вот противостояние двух Александров, оно невероятно богато историей. Да. Вообще, вот вся вот эта большая наша тройка внутрироссийская, это Свиллер, Горисчук и Морозевич, много лет они уже находятся, так сказать, на высших эшелонах, борются между собой в чемпионатах России. Это уже длится очень много. Причем, по непонятным причинам, крамок в этой тройке никаким боком не может оказываться. Ну, крамок никогда, потому что он не играет в чемпионатах России, как правило. Ну, не так сейчас, да. А если играет, то играет неудачно, да. Вот. А он как бы над ними, таким зонтиком. Ну, и все-таки, да. Володя, он играет, например, ну, хотя бы потому, что он играет, например, только на Олимпиадах, да. Ну, как на важнейших турнирах. А эти трое там за сборную играют уже лет последние 15, да. Вот. И вот эти, ну, в данном случае мы говорим все-таки не о тройке. Петр, к сожалению, в этом турнире не играет. А вот если говорить про Грищука и Морозевича, то можно вспомнить чемпионат России, на котором, последний чемпионат России, да. В котором Морозевич выиграл интереснейшую партию тоже у Грищука, да. С каким-то ходом ферзь Е2, умой непостижимым в ферзьевом гамбите, да. Ранним. Хоть Е8 сыграл. Можно вспомнить перед этим. Тем временем. Да. Совершенно великолепную партию Грищук-Морозевич на Кубке Мира, да. Где тоже очень интересную, очень такую длинную борьбу, многофигурную, хорошую. Ну, как бы, что и говорить, то есть, конечно, шахматисты экстра-класса, и что их выгода отличает, а между собой дают друг другу играть, то есть не пытаются задащить теоретические дебри. Ну, как бы, свежая позиция сегодня, даже на 4-ом, на 5-ом ходу, она, конечно, явилась откровением, но совершенно не таким большим. Ну, да, да. Но тут Кони 8, наверное, правильный, потому что Кони D6 очень опасно везде. Ну, да, да, да. Как-то нам казалось, да, что... И, видимо, садится он F7, потому что... Ну, да, фигуры менять надо, что же делать. Вот, атакующий потенциал снижать соперника. Здесь уже надо присматриваться к пешке по 4, да? Потому что вот ищи от пешки, слон 6 может выйти с линии G и оставить линию для мата. А пешка же на G, она менее опасная в этом ходе. Ну, правда... С ней придется как-то по-другому работать. Ну, да. Ну, что можно сказать? Наверное, перевес у белых, но... Нет, ну что, наверное, я больше сам. Определенно у белых, да? Я думаю, что вопрос стоит, как бы, да, там, спасутся ли черные. В первую очередь, такой. Ну, это тоже очень интересный вопрос, спасутся ли черные. Ну, в принципе, вопрос очень такой, что, да. Немножко по другим углам. Вообще, надо сказать, что первую партию, да, выиграл Мак Шейн, а черные в этом турнире? Первую партию вообще выиграл в этом турнире? Нет. А первую партию черные выиграл? Нет, я говорю вообще из всех выигранных партий. Нет, я думаю, что он до этого уже помог Шернам выиграть эту партию. Да, да, согласен, да. Тимур выиграл накануне. Потому что в целом, вот я не знаю, что ты скажешь по этому поводу. Можно сказать по-другому, да, что среди всех участников только один поддерживает такую тенденцию, что выигрывают больше черные, чем белые. Да, да ладно, потому что все-таки в большинстве случаев в последнее время на высшем уровне согласись, что чуть ли черные чуть ли не больше выигрывают, чем белые. Да, но в этот раз какие-то боли есть в основном свежие дебюты. Поскольку в дебютах, хорошо изученных, часто белые заигрывают, часто применяют идеи, которые не являются все-таки оптимальными и полностью для них безопасными и корректными. А потому что безопасными и корректными идеями можно выиграть невозможно. Да, уже никого не удивишь, да. Получится без Сронича и еще как бы в известной степени еще менее приятно, чем получить борьбу на такую. на три результата. Окей, то есть просто конь Е8. Слон Е3 как-то очень хочется сыграть. Ну да, ход в высшей степени разумный и естественный. Другое дело, что надо одним этим ходом не ограничиться, нужен план какой-то. Ну да, Слон Е3 уже потерял смысл, да, уже не грозимо на Д6 ни в какой момент пробраться. А Слон Е3 все-таки посматривает на пешку А6. Слонный приход, конечно, такой, который нужен D6 в первую очередь. Лучше, чем на Е3. Не знаю, где бы он мог стоять. Наверное, нигде. Не зачитывает до этого поля. Может быть, если бы был второй белопольный, его поставить на С4, это что-то. Тогда бы уже. Здесь до второго белопольного пока еще далеко, потому что еще много фигур и они будут бросаться в глаза. Слон Е3 действительно стоит идеально. Он защищает и на D4, и на С5, и хочет победить на А6. И не мешает Ладье смотреть на А4. Да, освобождает, как бы, да. То есть это королю, там, дорога на F2 и так далее. Ну, таким образом, рейтинговое голосование комментаторов дает очевидный перевес к ходу с Лун Е3, да? Ну, с другой стороны, ну, нужно просто двигаться. Рэй Робсон интересуется, может ли выиграть Морозевич. Рэй Робсон? Рэй Робсон, американский гроссмейстер. Бронштейн фан никакой не гроссмейстер. Он дает гораздо более, комментарий гораздо более по делу, надо сказать. Да, да, да. Равно как и Микки Маус тоже дает вполне толковый комментарий. Да уж. Итак, дорогие друзья, Слон Е3. Ну, Слон Е3 еще, наверное, не сыграно, да. Да, но мы... Ну, сейчас момент такой... Момент важнейший, да. Игрещу, в которой... Магистраль такая уже образовалась, и, в принципе, все ясно, что делать, но важно не допустить контрыгры. В общем, не важно. Ну, пока контрыгры особенно не видно. Я, как бы, не ту самой по себе, то есть, ну, а что будет делать? Ну, потому что хорошо, если играть Слон Д5, потом Слон Е4, то это почти что признание, собственно. Ну, да. Там уже два слона и ладья будет. Ну, там, наверное, даже пешка, и потом очень грубо видеть все разы на 6, пойти Ладья Ж1 и дать мат. Ну, да. А можно и побить Ладьева, и доминировать. Ну, ладьевый, конь за тем, конь Д5, и потом как-то играть по центру. То есть, это не выход. Получается, надо играть либо Слон FC, либо Слон G8 H7. Слон G8 H7... Слон G8 H7 как-то даже страшно рассматривать. Ну, рассматривайся страшно. Нет, я как раз защищаюсь, нет? Все еще держишься, да? Нет, у меня очень много ударов. Очень много, это защита. Хорошо подготовился, как бы. Лучше, чем могло показаться. Да, но после Слон G8, положим король Л2, Слон H7. Ну, там Ладья Ж1, нет ферст пока. Съесть Ж1, я не знаю, но тут... Не, а можно просто съесть и пойти там Ферст Е4 и Ладья Ж1, но нельзя не выиграть такую позицию, нет? Ну, да. Да, то есть... Ну, выглядит так, что... Такое ощущение, что ударов просто матовых брос... Слишком много, да. Их просто слишком много, чтобы где-то успеть пойти А3 и Б3, то есть там даже лишний ферст. Слон Е3 пошел, Александр, судя по всему. Да, Слон Е3, наверное, было сыграно. От такого хода сложно удержаться, да, убедиться в том, что... Да, и, по-моему, даже Александр как-то немного облегченно пошел. Он верит, что какое-то время потребуется Александра. Ну, кстати, мне кажется, какой-то такой Е8, да, такой? То есть... Может быть, нужно было сыграть более рисково на Конь Д5? Ну, потому что теперь игра как-то у белых сводится. Ну, да, 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 потому что... После когнитания игроз, да, и такой контрагнит, это еще было. Даже не на когнитания игроз, это уже какой-то грубый навал, на самом деле. Ну, да, да. Проблема черных в том, что... Потому что после хода в королев 2 уже проблем у черных не будет. Нужно будет думать о следующей партии. То есть, потому что после королев 2 победят все разы на А6, сыграют Ладья Ж1. Да, 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 и партия закончится, конечно, да. Как говорится, нужно будет начинать с центра. Да, неожиданно как-то. Ну... Ну, потому что где-то в середине партии, ну, допустим, мы сейчас сделаем велическое отступление. 21-22 хода. Да, после F4, конечно, такая структура, она могла где-то... Как бы... Можно было ее предположить, что... Ну, сложно было предположить, все-таки пешка на D4, да. Ну, да. Вроде бы, никто ей не угрожал, да. Вроде бы, в цветочке никто ничего не заявил, то есть, не последовало результат, но он, конечно, определил характер борьбы целиком и полностью. Ну, да. Вот эта вот размена пешки. Может быть, А4 не оптимальный ход? Ну, в такой страны хотелось... Может быть, B4 потом надо ввести на B5, чтобы сесть на C5? Да. Может быть, B4... Ну, тоже, как это... Как это описать, тоже непонятно. Я как-то понимаю. Не, ну... Почему так или иначе, то есть там? Ну, да. Здесь просто вот... Что глобально здесь изменилось, да, это... Обмен пешки D4 на A2, он, конечно... Нет, он бы, при прочих равных, он был бы неплох, если бы черные сразу начали вести пешку в ферзину. Ну, если бы у нас походном создатели контр-жевого, да. При слону B4 это очень непросто сделать, мне казалось. То есть, смотрите, конь стоял на E5 физически на идеальной позиции. Не имея ни одного хода, как ты заметил даже. Ну, тем не менее, он очень сильно... То есть, скажем так, к слону жителей бы никогда не последовал при К1 на E5. Ну, да. Да. Ну, с какой план проводит Александр очень... То есть, мы очень бегло пробежали после этой... Ну, да, потому что нам хотелось быстрее. На спереду можно посмотреть немножко более подробно. То есть, окей, ну ладья H4. Допустим, поля лучшей ладьи нету, какие-то ходы необязательные. И вот, что делает Александр, он просто не видит, как ему играть в центре, и он наводит все фигуры на фланг. То есть, игра на пешку C5. Конечно, у него есть некоторое время, чтобы это все провести. Пока что мат не ставится. Но вот в результате... Ну да, вот этот размен... В результате, да. Пришел сыграть, простите, конь B8. Я не знаю, мне это ходит не нравится, если честно. Ну да, вообще несчастный конь мыкается... В итоге подогнал слон с B4 на F2 на E3. На спеть он насъел. И конь оказался на E8, да. И конь оказался на E8, да. И конь оказался на E8. И конь оказался на E8, да. В течение, вот, в течение десяти ходов. Фактически все фигуры этому подчинились. И вообще, как бы, глядя на эту позицию, непонятно, как конь вообще может попасть на E8, да? Да, но здесь можно было сделать какой-то ход такой. Я бы сказал логичный. То есть, может быть, вообще нельзя было пойти, скажем, на E5. То есть, я, может быть, я что-то, конечно, зеваю, но ход... Ну, все-таки не стоит забывать. Убери эту кнопочку с ресивинг. Не стоит забывать, что вот в этот момент, это уже тридцать второй ход, на добавленном времени просто играли. Да, здесь уже играли на добавленном времени. Скажем, все планы, да, сводились к тому, чтобы съесть. Дальше здесь мы даже пожертвуем качество охотно отсыпать. Ну да, конечно, мы пожертвуем его, да. И тогда мы уже, с разумением слонов, там, ведем слона в игру, и тогда, действительно, эти пешки не пойдут в движение. Вот. То есть, может быть, уже Александр в Цветноте, как и вчера, неуверенно сыграл. Ну, ладно, да. Он сделал вход покрепче. Ну, конь Б8 даст идея конь А6, это логично. Ну да, это логично. Но тут, просто его соперник успел просто полностью подготовиться к нападению. Как-то условно перешел на Ф2. На ЛДЕ5 везде последует Д4 с темпами сместящего движения пешек. Да, и вот оказалось, что конь абсолютно вне игры. Конь ужасен, да, он никак не может найти себе место в этой партии. Конь не игры, на Ц5 съесть не получилось. Конь пошел обратно. И тут уже… Вот этот, мне кажется, момент один из важных. Потому что… Надо дать должное Грещуку, который в Цветноте именно старается делать ходы не покрепче, а плановые лучшие. Да, то есть он в Цветноте сильно улучшил. Очень быстро мыслит очень. Но здесь, правда, очень хорошо видно, какой план. Да, здесь уже, да, уже съев пешку, да. Вот я уже на А4, уже игра идет. Ну, фактически, эта позиция у него изменилась на 3 хода. Слон А5, конь И4, слон Ж6. Да. Он ничего не двигал, он просто перевел фигуры на очевидно хорошие позиции. Да, да, да. И это, в общем, оказывается… Давайте посмотрим, что происходит. Я не включаю, что Грещук еще не вернулся за 100. Он едет 8. Ну, вроде, на трансляции написано. Нарисовано так, на картинке, что нет. Да, Александр один. Может быть, даже соперник его, да. Может быть, нельзя даже исключать такого, что его соперник взял никотиновую паузу какую-то сейчас. Теперь это так и называется. Да, да. И верит в свою позицию. Совершенно не исключено. Да уж. Я напомню, дорогие друзья, что это последняя партия третьего тура седьмого Мемориала Таля. А в этом году два выходных получается. В этом году два выходных, да. Это в высшей степени гуманно и по отношению к игрокам, и по отношению к комментаторам. Правда, в качестве, так сказать, легкой встряски жеребьевка была проведена в формате Блиц-турнира. Не очень много зрителей в этом году на Мемориала Таля в доме Пашко. Это объяснимо. Может быть, по-многому, потому что слишком много было. Too much chess. Да, да, да. Слишком много событий подряд. Слишком много событий, слишком много шахмат подряд. Но с другой стороны... В общем-то, мне кажется, организаторы в Лондоне тоже по похожей причине не отказывались от одного из турниров, либо от матча президентов. Да, да, да. Ну, потому что, да, сейчас классика. Да, да, да. Здесь плюс все-таки не будем забывать о чемпионате Европы по футболу. Вот, например, огромный любитель шахматы и большой наш друг Владимир Сергеевич Дашкевич. Замечательный композитор. Ну, вот, он был сегодня на матче и так торопился уже. Я говорю, ну, такая интересная партия еще осталась. Он говорит, футбол, футбол, футбол. Да, да, да. Он говорит, все очень интересно, но пора и на футбол. Так или иначе, очень много людей следит за нами через интернет. Действительно много. Я вот сегодня утром посмотрел данные по второй партии. 45 тысяч заходов на официальный сайт. Больше половины из них, в том числе, смотрят нашу трансляцию. Это приятно. Все интерес к шахматам продолжается и растет. Сейчас... Вчера была, конечно, отвратительная последняя партия, скучнейшая. Все эти движения, так сказать, между Накаморой и Карваной вызывали естественное раздражение, а здесь, мне кажется... Тем не менее, в похожей партии, которая, правда, играла с меньшим контролем, но подобные движения ни у кого не вызвали, на самом деле. Ну, я имею в виду. Если кто-то не понял вторую партию, иначе быстрые шахматы как раз обещали. Да. Который, в принципе, в похожей позиции тоже пытался меньше выиграть. Похожи, да. И выиграл, да. Но, более того, я узнаю Каруану, скажу, что и сам Каруану точно так же играл бы черными эту позицию. Может быть, не столько ходов, но, на всяком случае, старался бы и выиграть. Но здесь, конечно, совершенно другие эмоции, потому что это интересная, содержательная борьба. Очень живая. Да, конечно. Вполне, ну, вот, судя по тому, что говорил Ян, и судя по тому, что чувствую я, ощущение все-таки, что просто переигрывает Грищук. Я даже не сказал бы узнать, что переигрывает, просто в цитноте он действовал более четко. Скажем так, Марзевич за 10 летнотных ходов позицию ухудшил. Да-да-да, позиции. У него все фигуры стали неплохо, теперь фигуры стоят как-то разрозненные, ни на что не нападает вообще ни одна фигура. Ну, да. Король был в безопасности, стал в опасности, наверное. Да, он допустил такое очень, очень тяжелое ослабление королевского фланга. Ну, это не то, он переигрывает. Ну, может быть. Ну, да. Ну, да, и динамика, вот изменения, иногда вот динамика позиции очень полезна для того, чтобы оценить позицию, посмотреть, что было 10 ходов назад, да. То есть даже если мы увидим объективную оценку, там позиция может быть не изменилась, но динамика, а здесь и объективная, конечно, изменилась, да. Плюс еще такая динамика, она, конечно, явно в пользу белых, но будет интересно в любом случае. Я не думаю, что Грищук так легко прямо возьмет и выиграет. Морозевич шахматист очень творческий, интересный и он, конечно... Ну, нет, конечно, будет большая борьба. Будет еще большая борьба, да. Не стал бы, так сказать, заранее подписывать бланки точно, да? Да-да-да, бланки подписывать рано. С другой стороны, нужно хотя бы, чтобы как-то оправдать слова, найти один ход подряд за черный, который не ухаживал бы позиции. Ну да, здесь плюс этой позиции еще в том, что белым... Белым автоматом осталось один ход сделать. Король G1, F2. После чего почти любая шахта будет, наверное, проходить. Просто подключится ладья и все, да. Довольно-таки естественно это будет все выглядеть, наверное. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что вот такие вот ходы, которые сейчас предложил Ян, король G1, F2, он может быть и очевидный, но он совершенно не очевидный. Как раз такие ходы и отличают высококлассных шахматистов без расчета конкретного такого рода рекомендаций. Это вот чувство позиции, да. Король F2, а дальше уже можно будет жертвовать, вот когда ладья подойдет. Ну нет, ну просто... Даже может не срастись, да, но вот сама по себе... Ну нет, ну просто идея как бы белых, она есть значит. То есть они не пожалеют на А6, то вся их как бы расстановка довольно странная. Но просто после короля F2 мы выиграем еще один демп на будущее. Я не исключаю, что сломит А6 будет проходить уже на следующем. Ну да, да, да. Теоретически это возможно по тому же королю. Ну да. Но вот выбирая между королем F2 и королем H1, я бы все-таки предпочел не допускать связки коней И4. Ну просто интуитивно из общих соображений. Ну да. Ну хорошо, мы все-таки попробуем организовать сопротивление в отсутствие Александра. В отсутствие, но пока он... В отсутствие одного Александра. Пока он свое законное время дает, мы... Может быть тоже. Какие есть соображения, Саша? Ян, прости, пожалуйста. Положим, не знаю. Ну хорошо, может быть слон D5. Ну все-таки, да, слон D5, окей. Естественно, ход слон D5... Они от хорошей жизни, потому что черные не хотят побить на E4, но где-то в комбинации это может спасти. Где-то при выключении комбинации, чтобы мы... Ну да. Ну я пойдем, король F2 такое делаем. Ну не знаю, можно все-таки проверить. А, Саша, да. Угу. Просто хочу убедиться, что все это не напрасно. Допустим, взяли, взяли. Ну... Допустим, взяли еще раз. Ну, у нас сейчас. Ну, окей. В линии не самая принципиальная очевидна. А, взял 8. Ну, допустим. Слон D5. Слон D8. Слон D8, ферже 7, пойдем. Ну, я вот это. Хорошо, если король F2. Ф2 теперь? Не, ну слон D4, да. Ну вот почему тут 2-3 нужно было начать? Слон D4, да. Слон D4, да. Кладежь 1, да. У меня не остановит это. Ну, тут что-то уж голем много отдали, нет? Ну, сейчас же еще больше заберем. Сейчас тебе больше заберем. Да, ну слон D7 глупых вот, да. Ну, может сразу, может, Слон D7. Наверное, Слон D7. Ну, да. Тут я хотел как-то пойти сначала. Слон H7, но сейчас понимаю, что, может быть, не проходит. А, слон H7. У нас сейчас просто король H8 или король H8. Ну, да-да-да, симпатичная идея. Ну, окей. Вот, допустим. Ну, вот такие, да. Если бы, например, эта позиция стояла с прикровенной F2, белый бы уже выиграл. Да. По-разному этому причему. Ну, вот уже, допустим, взяли-взяли, хорошо. Ну, опять, это вы дедушинку понали. Да-да-да. Какой-то странно, согласись. Готов должен настаивать на том, что они не проходят, но... А вдруг проходит даже этот? А вдруг, ну, да. Что-то обсуждать. То есть, если проходит даже. Ну, Фержи 7, наверное, надо играть. У меня же Фержи 7 как раз. Ход мерзкий. Ай, не наш 7, конечно. Слон D5 мы угадали. Да, мы угадали этот ход. Возможно, потому что просто... Кому же привезет меньше. То есть, какие-то явные из ходов, которые мы предлагаем, будут плохими. Ну, что... Ну, уже... Да, ну, хорошо. Я согласен, что здесь... Ну, как бы еще, учитывая хода А3, уже масса... Ну, да-да-да. Ну, ясно, что слона можно оставить... Ну, скорее всего, на слон D5 последует сейчас быстрый король F2. Если... И придется аж переключиться. То есть, если, например, конечно, это... Например, слон D5, король F2, и, например, слон E4. Ну, слон E4 это позиционная капитуляция. Да. Да, но... Я, кстати, не знаю, в чем лучше бить. Я, может быть, обидел бы пешкой. Или, может быть, я бы уже побил на А6, потому что мы тут выиграли темп важный. Ну, да, может быть, даже несмотря на это, да, проходим. Ну, по-моему...